Лети, лети, лепесток, через запад, на восток, через север, через юг, возвращайся в круг, не скоснешься ты земли, быть по морю повели, глина, чтобы сейчас я оказалась в космосе. Знакомые строки эхом разлетаются по залу. Это первая главная роль Устиньи. Она занимается в театральной студии четвертый год и в преддверии праздников особенно верит в чудеса. А теперь берите вторую ступеньку. Идем к вам. Вообще хорошее, что это волшебный спектакль, потому что бывают не очень волшебные, а это волшебный, и он как-то учит доброте, почему-то он учит такому хорошему. Театральная студия «Сюрприз» подготовила часовой спектакль всего за месяц интенсивной работы. Руководители и артисты начали репетировать его сразу после возвращения с кинотаврика. За короткое время изготовили и костюмы. Дети сами сшили, например, наряды ворон, помогая воплотить идею художника по костюмам Надежда Головко. В постановке участвуют все три группы театральной студии. С первого по одиннадцатый класс. Многие юные актеры исполняют сразу по несколько ролей. Саша и Лейла – одни из самых молодых участников студии. Однако и они на сцене уже не первый раз. Волнение. Волнение? Да. Когда мы первый раз только. А сейчас уже не волнуетесь? Потому что мы уже выступали. Спектакль по сказке Валентина Катаева – самый новогодний подарок школьникам. Сегодня его показывают ученикам вторых и третьих классов. Мне понравилось то, что девочка Женя могла как-то расколдовать вот этими лепесточками. А мне понравилось, что Женя не потратила просто так последний лепесток, а она сделала доброе дело вместо того, чтобы только себе помочь. Спектакль уже посмотрела практически вся школа. Премьеру показывали старшеклассникам. Потом зрелищем насладились первоклашки. Последними артисты покажут его родителям и родственникам.